Как зовут жертву? Её зовут Оливия. Она жива, и это чудо! Я видела, как что-то упало из космоса. Прилетела прямо сверху и провалилась на неё. В смысле, сквозь неё? Это же не на самом деле! Пульс хороший, дыхание нормальное, время, рекапиллеризации тоже. Оливия, оцените уровень боли от 1 до 10. Ну, на четвёрку, но она пульсирует. Почему я ещё жива с такой дыркой? Привет, Кэп. Дыра в нижней левой части живота. Вероятно, повреждена или выбита почка. Вы можете пошевелить пальцами ног? Позвоночник не задет. Да, это утяжелённое одеяло с узелой радиус поражения. Должно быть обломок, прижёг, большую часть сосудов, да и нервов тоже. Поэтому боль не такая сильная, Оливия. Повезло мне. Кэп, придётся переносить её с одеялом. Кэп, ещё к ней пригорела кушетка. Ребят! Ребят, я нашёл его! Нашего гостя из далёкого космоса. Мне его взять? Но он не твой, Бак. Его место в музее. Так, нам нужна пила. Обе. Да. Простите, простите. Вы сказали пила? Он сказал пила? Вы сказали пила? Из всех людей на планете эта штука попала именно в меня. Знаете что? Кроме вас, только в одного человека за всю историю попал метеорит. В 50-е. Это делает вас особенной. Я не чувствую себя особенной. Откуда вы знаете? Зачем вам это знать? Бак был на пирсе во время цунами. И помешался на природных катастрофах. Хотите природную катастрофу? Она перед вами. Это моя жизнь. Это в прошлом. Космические камни на всех подряд не падают. Вы станете знаменитостью. Ладно. Поднимаем на счет три. Раз, два, три. Так, хорошо, парни. Смотрим под ноги.